Всем огромный привет и добро пожаловать на мой канал! Сегодня поделюсь с вами еще одним очень вкусным рецептом, который отлично подойдет и на новогодний стол, и на праздничный, да и просто на ужин. Если вы любите простые рецепты, то, конечно, не забудьте меня поддержать, ставьте лайк, подписывайтесь, кто еще не подписан, нажимайте на черный звенящий колокольчик, тогда вы точно ничего не пропустите. Делитесь моим видео со своими друзьями, ну а я буду делиться с вами хорошими проверенными рецептами. Решила запечь свинину с сайвой, у меня айва замороженная, буду использовать ее, и купила, смотрите, вот такой красивый кусочек, это вообще свиная грудинка, но попалась такая мясистая. Также здесь есть небольшие хрящи, подумала, что будет отличный вариант именно для запекания, будет вкусно как в горячем, так и в холодном виде, поэтому буду ее сегодня готовить. Для этого нам понадобится еще горчица, соль, черный молотый перец, также из приправ буду использовать лавровый лист, мускатный орех, тмин и немножко красного острого перца, ну и чеснок. Натирать специями буду сразу в форме, в которой потом буду запекать, в ней же у меня будет свинина и мариноваться. Приправы беру на глаз, но вы ориентируйтесь также на свой вкус. Посыпаю сверху и затем буду уже обтирать кусок со всех сторон. Тмин предварительно немного растолку в ступке, для того, чтобы он открылся и лучше отдавал свой аромат. Сильно измельчать не буду, но вот буквально чуть-чуть. Сюда же выдавливаю горчицу, у меня это сладкая, которая не острая, но можно использовать и острую. И натираю на мелкой терке несколько зубчиков чеснока. Ну и теперь распределяю специи по всему куску. У меня грудинка вместе со шкуркой, шкурка зачищенная хорошая, поэтому я ее не очищала, не отрезала, будет запекаться вместе с ней. Торцы также промазываю смесью и пытаюсь равномерно распределить. На шкурку выкладываю несколько лавровых листов, переворачиваю шкуркой вниз и теперь сверху буду укладывать кусочки айвы. Сразу вытираю края формы, для того, чтобы потом все это не пригорало. И поверх куска укладываю айву, срезом вниз. Размораживать не буду, буду укладывать прямо так, пока будет мариноваться, оно у меня разморозится, пустит сок и дополнительно пропитает еще мясо. У меня здесь четвертинки, я их постаралась очистить от косточек, но если косточки останутся, ничего страшного. И естественно можно брать свежую айву. Укладываю и как бы немного вдавливаю. Кладу плотно друг к другу, так как в процессе запекания айва уменьшится в размере, поэтому укладываю плотно. Кислый вкус айвы будет отлично гармонировать с жирностью свинины, ее немного нейтрализовать. Попробуйте приготовить, это будет очень вкусно. И также айва будет давать дополнительный аромат. У меня здесь кусочек свинины весом 1 кг, но это не имеет никакого значения, можно брать кусок больше-меньше, просто от его количества будет зависеть время запекания. Также можно делать, например, со свиной шеей, тоже получится очень вкусно. И теперь мне необходимо дать время ему пропитаться, промариноваться. Я буду сейчас накрывать фольгой. Если есть сверху стеклянная крышка, можно накрыть ей, но у меня от этой формы не было, поэтому буду накрывать фольгой. Лучше всего оставить мариноваться на ночь, что я и буду делать. Сейчас вот как раз вечер я накрою и отправлю в холодильник мариноваться до завтрашнего дня. А завтра буду уже запекать. Но если у вас времени не очень много, то оставьте мариноваться прямо на столе при комнатной температуре где-то хотя бы на час. Сейчас у меня духовка разогреется. Я буду запекать при температуре 190 градусов и приблизительно 50 минут. Затем достану, проверю протыканием ножа, если будет выделяться прозрачный сок, сниму фольгу и зазолочу еще минуты 10 и подниму выше уровня. Сейчас я установила решетку на самый нижний уровень и буду использовать режим нижний подогрев и конвекция. Я переставила в середину духовки, затем добавила еще 15 минут, сняла фольгу, но вот буду золотить. И добавила еще 10 минут, так как сверху у меня плохо зарумянилось. Затем отключу, достану и дам постоять, отдохнуть минут 10. Столько затем буду нарезать для того, чтобы мясо осталось сочным. Вот такое мясо в итоге у меня получилось. Оно уже немножко остыло, сейчас буду нарезать на порционные кусочки. И вкусно будет как в холодном виде, так и в горячем. Попробуйте приготовить, я надеюсь вам понравится. Не забывайте меня поддерживать, подписывайтесь, кто еще не подписан. Ставьте лайк, пишите комментарии и делитесь этим видео со своими друзьями. Также не забывайте нажимать на колокольчик, для того, чтобы не пропускать выходы моих новых роликов. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok